Кукуруза, пшеница, ячмень, травяная мука – простые составляющие вкусного комбикорма. Лакомства для животных готовят в кооперативе «Замартыновский» Добровского района. Ингредиенты дробятся и смешиваются автоматически с помощью специального оборудования. 20 минут и смесь готова. В будущем технологии изготовления кормов планируют совершенствовать. Еще будет здесь гранулятор стоять. То есть потом будет это все гранулироваться в определенные гранулы. То есть для птицы одни гранулы, для свиней, порося – другие гранулы. На покупку оборудования и строительство члены кооператива уже потратили около 14 миллионов рублей. Часть затратам субсидировали по программе поддержки сейхозпроизводителей. Комбикорм из «Замартыновского» приобретают для местных ферм. Им же участники кооператива кормят своих животных – кроликов и свиней. В будущем в кооперативе планируют выращивать крупный рогатый скот. Коровник уже готовят. Мы собираем сейчас ферму сделать где-то на 60-80 бичков. Я думаю, что это не проблема. Главное желание, чтобы было, а все остальное со временем, так сказать, будет. «Замартыновский» – только один из примеров успешной организации собственного дела. Своим опытом создания кооператива на административном совете поделилась Александра Грашина. Городскую суету она променяла на сельскую жизнь. Переехала с семьей в село Волчи и создала кооператив «Жар-птица». Разводят бройлеров, кроликов. Рынок сбыта отлажен. Вкусное и полезное мясо пользуется повышенным спросом. Заниматься можно и нужно. Особенно это нужно заниматься молодым. Потому что это отнимает, конечно, грандиозное количество времени и сил. Но это того стоит. Потому что всегда приятно видеть труд, который ты сделал в виде прибыли, в виде просто довольных своих клиентов. То, что ты им даешь, то, что они хотят. Это очень вкусное мясо, которое они едят с удовольствием. Сегодня в Добровском районе 38 кооперативов. Пять из них появились в этом году. Кооперации охвачены все сельские поселения. Но это не предел. Резервы еще есть. Прежде всего, они связаны с более активным развитием кредитной кооперации. Мы за то, чтобы кооперативное движение было осмыслено. Олег Петрович, вы знаете, считает, что местное самоуправление и кооперативное движение, народное предприятие, вот два механизма, которые сегодня позволят сельскому району активно развиваться. По многим направлениям Добровский район уже занимает ведущие позиции. Муниципалитет – лидер жилищного строительства. В этом году добровцы уже ввели в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров. Тем самым на 80% выполнив годовой план. По объему инвестиций на душу населения Добровский район в тройке лидеров. Район активно развивается. У нас сегодня на полторы тысячи голов дойного стада строится комплекс в районе Замартыния, Трубечина. Значит, индюшинная ферма, кривцы. Значит, сегодня, значит, и ряд других объектов, в том числе по свиноводству. Три площадки у нас будут. Новые проекты – это дополнительные рабочие места и налоги. В целом потенциал у района хороший. Развиваться можно в разных направлениях. Одно из приоритетных – туризм. Район сегодня уже предложил несколько площадок. Это будет в основном акцент на семейный туризм, на туризм, связанный именно с отдыхом на прекрасной природе. Поэтому перспективы сегодня есть. Мы входим с этими программами в федеральную целевую программу. Поэтому надеемся, что в ближайшие годы Добровский район, как и другие муниципалитеты, станет центром туристического развития Липецкой области. По итогам совета перед добровцами поставили ряд задач. Плотнее работать над легализацией заработной платы, а в кооперативное движение активнее вовлекать личные подсобные хозяйства. Ольга Бугакова, Анатолий Гончаров. Липецкое время. Добровский район. Продолжение следует...